Только что что мы здесь делаем? Да, это у нас смесь для кексов. Еще раз давайте напомним нашим телезрителям, что туда отправили. Яйца, пять штук яиц, сахар 150 грамм, шоколад, тертый шоколад туда пустили, растопили масло 100 грамм и все туда опять. Еще раз пили, миксером все это мы делаем? Да. И сейчас надо добавить 200 миллилитров молока, что мы сейчас и начнем с вами делать. Итак, отправляем молоко в нашу миску. Вот у нас мерный стакан, юмилерная работа у нас, все по миллилитрам, чтобы было все вкусно. Побольше молока. Вот так. Все запускаем. Отправили молоко туда же. И еще раз надо взбить. Добавили молоко, взбили. Юля у нас натерла все с еночным маслом, посолом для того, чтобы наш тоже клютрили. И теперь все это отправляем в эту чашу для мотиварки. Осталось поставить мотиварку. Осталось поставить мотиварку. И все, отправляем мотиварку. Поставили мотиварку. На какой режим будем устанавливать? На режим 1 час выпечка. Отлично. Так, значит, выбираем программу. Вот это. Устанавливаем режим выпечки. Устанавливаем на выпечку. И как раз выпечка показывает 1 час. И стартуем. Распечивается ровно 1 час. Да, 1 час. Пока наш кекс готовится, Валютина, давайте с вами поговорим на тему популярности. Что нужно сделать, чтобы оставаться известной, популярной долгое время? Вот вы поэт, композитор, певица. Как у вас получается оставаться популярной уже более десятых лет? Ну, во-первых, за комплимент спасибо. Ну, действительно, больше 20 лет уже я на сцене. Ну, на большой сцене, конечно, поменьше. Лет 16. Что надо? Что надо? Лет 10 я только выходила. Ну, писала песни. Так как я сама себе сочиняю и слова, и музыку, мне как-то легче. Потому что я свои песни, свои слова понимаю. Сразу, ну, от души. Вот оттуда выходит. Да. Чтобы получился хит, во-первых, сами пишите. Да. И как музыку на музыку вы можете произвести. То есть, каждая песня, она прочувствована душой изнутри. Конечно. Конечно. Потому что, если не прочувствуешь песню, это уже не песню нужно. Это просто напев. Просто напела. А песню надо исполнить. Ну, петь душой. Душу надо оттать. Песню. То есть, для зрителя. Как я, как я вот столько лет держусь на сцене. Ой. Я, наверное, трудоволик даже от этого. Стараюсь писать песни на разные темы. Не только про любовь там. На разные темы. Стараюсь петь дуэтами. Самое главное для артистов еще не только песни, а именно костюмы. Духли там. Только много разных нарядов. Причёса, макияж. Да. Причёса, макияж. Всё-всё-всё. Ой. Если всё рассказать там, целую неделю надо рассказывать. Дубрики. Завтрак нам нужно сказать. Да. Стараюсь меняться. Чтоб не было однообразия. Чтоб концерты были разнообразными. Не стоять на месте разнообразия. Ну. Сейчас сначала писать песни не только для себя там. Для своих подружек. Для Люды Семеновой. Угу. Описала. Для Алины Федоровой. Они с Бугачом они исполняют. Дуэт у них отличный. Да. Да. Очень красивые песни получилась. Да. Юля. Мои песни поют моя дочь. Это тоже. Угу. Тоже радует. Ну и скоро для вас напишу. Замилой. Мы будем с потерпением ждать. Потому что у вас очень красивый дуэт. Спасибо. Я смотрела ваш клип. Замечательный. Это уже новшество какое-то. Чувашскую эстраду. Это совершенно новая. Вот. Новая волна. Я бы хотела сказать. Вот. Побольше таких песен. Таких клипов. Песен. Клипов. У нас эстрада продвигалась. Вот. Сейчас говорят эстрада. Чувашская эстрада стоит на месте. Я бы не хотела так сказать. Просто кто это не знает. Нашу работу. Кто это не чувствует. Вот те они говорят. А так мы на месте не стоим. Мы. Работаем. Стараемся. Ну Оля. Пока у нас выбегает. Наверное. Бридчики. Рисовые дела. Интересно. Что за рецепт. Личный. Я ни разу не слышала. Ну. Это чуть-чуть маленькое присловие. Вот сейчас. Недавно я. Такую рубльку видела. По телевизору. По российскому. Каналу. Оказывается. Пшеничный хлеб. Не так полезен. Как например. Рисовый хлеб. Гречневый. И. Да. Разнообразие. Вот я иногда делаю. Рисовые. Бридчики. Не пшеничные. А рисовые. Бридчики. Вот. Например. Гречневую и рисовую кашу. Можно совместить. И такую кашу сварить. Не только отдельно. Гречневую. Там отдельно. Рисовую. А именно. Совместить. Смешивая. А гранит. Будет в два раза больше пояса. Да. Мы сегодня будем делать бричики. Дорогие друзья. Пока наш кекс готовится. Мы готовим второе блюдо. Что будем делать Юля и Бая дальше? Что будем делать Юлечка? Блинчики. Блинчики будем рисовые делать. Рисовые бличики будем делать. Это очень легко и просто. Перед работой, перед уходом на работу можно быстро приготовить рисовые бличики. Очень полезные. И очень полезные. Я уже говорила, что пшеничная мука намного бесполезнее, как говорят так, чем рисовая и гречневая мука. Поэтому, чтобы быть здоровым, почаще ешьте блинчики с рисовой или гречневой мукой. Ну, давайте, давайте начнем. Да. Теперь, Юлечка, Масника, сколько нам я есть надо? Два яйца, я думаю, нам хватит. Стакан сахара. Два яйца. Ну и по доброй традиции все это, конечно же, будем взбивать миксером. Два яйца. Сахар у нас отправить два яйца. Сейчас все это мы миксером, Масника размешаем. Добавили молоко и опять все взбиваем. Так, давайте моей куле доверим Юлеву. Подождите. Получилось молоко. Так, два стакана молока. Два с половиной. Два с половиной. Да. Муки маловато будет у нас. Консистенция. Смит готова. Да. Смит готова. Начнем печь, да? Начнем, наверное, печь. Сжарить наши блинчики. Именно вот есть один момент. Без масла и на раскаленную сковороду. Без масла. Без исчерной клетки. Да. Чтобы выглядеть так же очаровательно, как Юля, как Валя, как Оля, мы будем жарить наши блинчики без масла. Просто расставили нашу сковороду. Надеюсь, наш блин будет первой никому. Посмотрим. Посмотрим. Вот. А как учется, можем поболтать. Валя, скажи, пожалуйста, в твоей жизни есть самый счастливый случай в жизни? То есть, момент какой-то, который ты никогда не забудешь. Да. Скажите. Ну, это уж... Понятно. 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 Самый счастливый твой момент. Самый счастливый момент у меня. Рождение детей. Мы закончили. Тем более мы ее так долго ждали. 9 лет ждали. Вот. Это самые счастливые моменты для мамы и для папы. Это очень круто. Когда Юль ты родилась? Валя. 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 Сколько лет? 17 лет. Потом Саша родился у нас. Боже, здесь можно стесняться. А Юля прям хорошо работает на камеру. Молодец. Ну, расскажи о Саше. Немножко расскажу по сцене. Когда Юля у нас занимается пальным танцем. У нее уже разряды есть. Вот. Саша тоже. А слышали о Саше? Саше 9 лет. Ноябрь. Сейчас 19 ноября. Будет 10 лет. Он занимается мунтэнбайком. Мунтэнбайк – это мунтэн велосипед. Первый блинчик у нас готов. Мы отправляем второй. Отправляем второй. Отличный запах, друзья. Дорогие телезрители, вы не чувствуете. Просто очень вкусно пахнет. Нам бы хотелось вам передать этот запах. Но, к сожалению, мы этого не можем сделать. Но очень вкусно. Вы чувствуете, да? Отличный просто запах. Вот Даша, хочу тогда немножко рассказать о своих детях. Это же гордость. Дети – наша гордость. Это так ведь. Саша, так как занимается горным велосипедом, вот своим и вы своим возрастом подружается. Занимает первые и вторые места. Дорогие части первые места. Вот сейчас побольше занят второе место. Ваши много раз назад вернулись? Тоже много раз. Да, много раз. Да, молодцы. Конечно. Покажутся. Муша у меня для работы. Свой бизнес. Свой бизнес. Да. Ну, так и живем. Понятно. Валя, строите концерт. Мы с нами, да? Скажи, пожалуйста, что ожидает наших зрителей, которые придут к тебе на концерт? Какие новые дуэты, может быть, будут? Какие-то спецэффекты новые? Чем будешь удивлять своих зрителей? Ну, чем я буду удивлять? Я все это раскрывать сейчас не буду. Придут, увидят. Да. Придут, увидят. Но очень будет, но очень интересно. Потому что последние месяцы я написала несколько новых песен, которые уже успели... Те, которые стали уже гитарой, да? Поэтому дуэты... Дуэты... У меня в плане много чего, с кем петь. Ну, пока с Алексеем просто не спешим. Вот мне с ним нравится перечить. Так как он очень талантливый. Ты успешная, ты постоянно на публике. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, тебе завидуют? Успешная. Потому что я сама не понимаю, что я независимая. Может, тут у меня нужно? Я не знаю. Это... Зависть — это самое важное чувство. Поэтому... Если... Если у человека зависть, Это он... Не успешный человек. Не успешный человек. Никогда ничего не запустит. Поэтому... Да. А я тут слыхаю, что-то не слыхаю. Тогда у тебя много друзей, наверное, да? У меня много друзей, да? Подруг, друзей. Да. У нас уже не забыли. Уключит нашу. Так. Еще немножко. Чуть подержи. Уключит нашу. Еще немножко. Уключит нашу. Валентина задумает. Веский вопрос. Боюсь сказать. Скажу, что я главное — это... Муж увидит, да? Нет, это... А если серьезно, у нас главная семья, наверное, главная главная семья. Да. И с нами. И саши, и с нами, и с нами. И с нами. Так что у нас главный день. Мы одна – обычная семья. У нас кекс как-то еще полчаса, мы ждем как раз, пока мы дожатся. У нас кекс готов. Что мы делаем дальше? Итак, кекс готов. Теперь, чтобы кекс немножко украсить, посыплем сахарной пудрой. Чуть-чуть буквально. Теперь, дольки, сначала апельсин, апельсин, да, вот по краям положи. Доченька. Понял, так? Да, по краям положи. Как корзинка получится. Вот, апельсин совсем по краям. А теперь, чтобы наш кекс принял форму цветка, мы с помощью спитых сливок, ну, Юльчик, давай, придумай что-нибудь. Какие-нибудь фигурчики. Вот. У меня есть простые места. Давай, 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 вышивай. Сделай какой-нибудь крем. Давай, попробуй. Сереги, металли. Вот, вот, вот. Учись. Причем. Вот так. И у нас получился торт. Как торт. Внимательно смотрите. И готовьте. Настроение. С радостью. С удовольствием. С удовольствием. Для своих близких. Для друзей. Ну, что, начнем пробовать, наверное, да, Юля? Конечно, обязательно. Приятного всем аппетита. За стол, друзья. Алексей, если бы ты поймал золотую рыбку, какие три желания ты бы загадал? В первую очередь, какие три желания? Первое, наверное, чтобы был мир во всем мире, да. Второе, наверное, чтобы у всех моих близких было здоровье. А в-третьих, наверное, чтобы чувашский народ процветал, культура процветала. Смотри, какой Алексей, да? Вообще не циничный, ни одного какого-то материального желания, а? Вы как раз спросите тебя, чтобы загадал ты? Ну, я сразу признаю, что я циничный, да. Но я бы, конечно же, квартира у меня есть. Я бы загадал себе джип, мерседес, да. Во вторую очередь, чтобы было у меня много баблоцов. Ну и в третью очередь, наверное, Анну Седокову себе в жены. Да. На этом и суть, дорогие друзья, я тоже хочу, чтобы все были счастливы, чтобы мои близкие были счастливы, чтобы моя сведущая была счастлива. Спасибо. В общем, всех люблю. Мы продолжаем наше утро. Леш, скажи, пожалуйста, у тебя есть свой фан-клуб? Есть. Сколько там человек в фан-клубе? Так, ну там несколько у меня там фан-клубов, ну, где-то больше двух тысяч. Двух тысяч человек. Да. В Чувашии, да, в Чувашии? Да. Или из других регионов тоже есть? Там есть с Москвы, есть с Питера, там есть с севера Сибири. Это все такое, ну, вот. Ты как-то поощряешь? Встречаешься, может быть, с ними, как-то подарки даришь, детские им свои даришь? Как ты поощряешь самых активных? Да, обязательно. А часто они тебе дарят подарки? Фанаты походим? Ну, на концертах они бывают, как бы, вот. В Москве вот мои фанаты мне подарили микрофон. Ради микрофон хороший, как бы, профессиональный, вот. Большое им спасибо за это. И я был в шоке даже. А что, кроме микрофонов, еще оригинального тебе дарили? Может быть, есть какой-то особенный, запоминающийся такой сокровенный подарок. Поклонники именно. Или поклонницы. Алексей задумался. Наверное, очень много подарков дарили, да? Но давай один, который тебе запомнился. Может, своими руками его сделали? Ну, оригинальный, наверное, был подарок. Это на сцену вышла маленькая девочка. И подарила вот свой рисунок. И что там было нарисовано? Там нарисован был я. Но он не похож был на меня. Но как бы там было написано Алексей Московский. Тебе было приятно, да? Портрет, портрет. И она вот, девочка, молодец. Самый оригинальный, наверное, подарок из всего, наверное, был вот этот вот. А рисунок ты до сих пор ханишь? Ну да. В рамочке. Не в рамочке, но в альбоме есть. Да. Леш, понятно. Вообще, как ты все успеваешь? Ты бизнесмен, ты поешь, ты также хочешь стать режиссером. Также, по-моему, ты еще и продюсер, да? Продюсеруешь одного молодого исполнителя. Как все успеваешь? Формула твоего успеха? Ну, это, наверное, просто... Самое... Как это можно сказать? Тебе все хочется успеть или это приходится делать? Или это само собой как-то получается? Ты ругаешь себя, когда, например, ты спишь до 12, и ты это вот не сделал. Как ты все успеваешь? Я себя никогда не ругаю. Ну, и поспал, поспал хорошо, выспался как бы, силы набрался. Ну, есть, конечно, да, мыслей куча, поэтому, если их как бы вот растаять по полочкам, все это запланировать, что вот это надо сегодня, вот это надо потом, вот это, и то же самое, нужен подход. Ты все в блокноте записываешь, то есть, так, сегодня, понедельник, такое-то число, первое, сегодня надо это сделать, второе это надо сделать. Я ничего не записываю. Ты у тебя все компьютер в голове у тебя. Компьютер у меня все в голове, да. Или в планшете все. Нет, это таково, у меня все здесь в голове. Все проекты, все мысли здесь. Ты не в своем своротке. Да, 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 да. Понятно. Леш, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, на каком уровне сейчас чувашский шоу-бизнес? Какую бы ты оценку по пятибалльной системе поставил? У вас кишу-бизнес? По пяти? По пяти? Может, по десяти? Ну, вообще, ставь оценку, как хочешь. Ну, я не скажу, как бы, что... Какие плюсы, какие минусы? Нехорошо и неплохо. Как бы, да, развиваемся, конечно. Если бы не было бы, как бы, чувашской эстрады, наверное, не было бы языка, как бы, вот, это самое вот. Дай бог, что есть еще чувашская эстрада, но, но, где последние 10-15 лет мы стоим на одном месте. Почему? Мы не развиваемся. В чем проблема? Мы не работаем. Мы это кто? Мы это кто? Мы это мои. Артисты. Артисты, певцы чувашской эстрады, как бы, ленивые. Можно сделать, как бы, все, что угодно, но никто не хочет, как бы, этим заняться. Может, первым не хочет это вот делать. Может, они просто не знают, как это делать? Может, они ждут чего-то, что кто-то вот это сделает, а потом я сделаю. Может, нет того человека, который будет подпинывать, который даст толчок? Ты недавно сказал, что всем нужен пинок под зад, чтобы все начали что-то делать, чтобы все начали двигаться. Ну, это и будет, наверное, вот самое в ближайшем будущем, как бы, мы все пишем шоу-концерт, как бы, шоу-концерт, такого слова не бывает. Есть шоу, есть концерт. Концерт у нас есть всегда, но шоу нет. Вот поэтому, чтобы было шоу, надо работать, надо делать шоу. Вот у тебя недавно был концерт, я тоже там поучаствовала. Это было шоу, как ты считаешь? Я думаю, что не было, ну, там некоторые номера были, да. Но хотелось бы, как бы, вот, я на каждом своем концерте, у меня всегда где-то 4-5 номера, у меня новые. И, наверное, поэтому людям интересно быть на моем концерте, они ждут нового. Ну, был аншлаг у тебя тоже, был на этом концерте, люди даже настоящие. Ну, погода не помешала в тот день собраться на зал в угол. Да, ну, погода, конечно, да, да. Слава Богу, что прошло, да. Но это нормально, и это говорит о том, что, если артист будет работать над программой, над своими песнями, над своими номерами, то это у всех будет зал такой. А тяжело вообще было собрать, сколько народу сделать такое шоу? Ну, собрать, наверное, всем тяжело, наверное, сейчас. Но, чтобы народ сам пришел, взял билет, как бы, с кассы, это надо работать. Вот Оля считает тебя самым лучшим певцом из мужчин в Чувашской эстраде. А ты считаешь себя number one, номер один? Number one? Из мужчин. Number one. Да, ну, так как ты стал лучшим певцом в этом году по версии премии телеканала ЮТВ 2014 года, ты лучший певец этого года, у тебя были очень сильные конкуренты, это Леша Шадриков, Сергей Павлов, Стас Владимиров, кто там еще у нас был? Ну, достойные конкуренты были, но ты стал победителем. Что ты вообще ощущал в этот момент, когда тебя объявили лучшим певцом? Ты ожидал? Ожидал, да. Ну, я не ожидал, конечно, что меня вызовут на сцену и скажут, что ты лучший певец. Ну, я думаю, что все артисты, вот, каждый, как бы... Хороший по-своему, да? У каждого свой конек есть, допустим, да, свой стиль, своя подача. Может быть, мне просто повезло. А может, ты активно свой фан-клуб подключил, нет? Просил там голосовать, может быть, за тебя писал там, проголосуйте за меня. Ну, я написал, может быть, он сам с той смс-ык отправил, нет? Нет, я не отправлял, как бы, но это самое... Написал, конечно, дорогие друзья, поддержите меня. Ну, не без этого, да? Да, но это, как бы, я просто, как бы, написал, ну, спасибо им, конечно, они меня, я думаю, очень сильно поддержали, как бы, звание такое, премия такая, как бы, вот, первая премия. Ну, и лучший певец, конечно, это сильно. Да, сильно. Алексей, когда следующий сонный концерт и чего ждать зрителей на окра? Декабря, по-моему, да? Следующий концерт у меня будет 19 декабря, там же, ДК «Трактор строителей», 18.30. Будет многим интересного, будут новые номера, будут новые песни, но шоу, шоу, наверное, будет, как бы, вот, хочу использовать, как бы, разные спецэффекты, вот, если позволят нам пожарники сделать это, то, возможно, зрители, вот, именно в декабре это увидят. А почему всегда в ДК «Трактор строителей»? Почему на каком-нибудь клубе, может быть, может поменять формат вообще выступления? Почему обязательно люди должны приходить и сидеть, и смотреть? Или люди привыкли просто сидеть, смотреть? Ну, видите ли, как бы, если в зале, то там больше зрителей, как бы, концерт, он сам себе такой формат, что артист получает, наверное, больше всего, как бы, от зала себе. А в клубах, видите ли, там сидят, ты поешь, допустим, кто-то кушает, кто-то пьет, как бы, вот это, наверное, но я не против вот этого тоже вот. В общем, российские певцы многие все делают, например, в ночных клубах, концерты стоят. В ночных клубах, ну, у меня тоже есть в планах, допустим, вот, делать шоу то же самое в клубах, в ночных даже, может быть, клубах. Есть, я не против. Я только за. Но в клубы не придут, допустим, люди после 50-60 лет. Ну, почему? Они, если любят Алексея Московского, придут. Ну, я говорю, как бы, на концерт ходят от малых, да, а в клубах, как бы, в основном молодежь. Поэтому тут, как бы, программа клубной и концертная заль, наверное, они будут отличаться. А может, мы боимся просто что-то изменить, формат? Вы привыкли, как, вот, 15 лет работы, так же сейчас работают. Может, проблема в этом? Ну, видите ли, здесь то же самое, наверное, ждут, кто первый начнет. Так ты и начнешь. А то Оля тебя опередит и начнет она делать. Я только за, только за. Есть в мыслях, есть в планах сделать, как бы, зал ищем, клуб ищем, чтобы, как бы, подходил, может быть, формат, чтобы был такой. Немного отвлечемся от творчества, Алексей. Есть такое выражение, в жизни нужно попробовать все. Есть ли вещи, которые ты никогда не попробуешь? Есть, ну, есть, наверное, я вот самое, как вам, как вам объяснить? Я не любитель, наверное, вот этих всяких аквапарков. Где-то летать, где-то там еще что-то вот ездить. Я не любитель этого. А у тебя есть вредные привычки? Вредные привычки? Алкоголь, курение. Такого нет у меня. То есть ты ведешь здоровый образ жизни? Да, спортзал. Через день. Через день ходишь спортзал? В неделю три раза. Молодец. Алексей ходит три раза в неделю в спортзал, а мы с Олей начали это делать сегодня. И недавно побывали в спортзале фитнес-клубе «Мустанг». Как это было, вы увидите прямо сейчас. Не переключайтесь. Дорогие телезрители, мы находимся в фитнес-клубе «Мустанг». И сегодня тренировку со мной проведет инструктор Андрей. Андрей, я знаю, кого ты ждал во многих спортивных состязаниях. Расскажи, пожалуйста, более подробно о них. В данный момент, то есть практически две недели назад я выступал в Казани на открытом чемпионате Республики Татарстана. Я занял третье место. Также неделю, через неделю я съездил фактически на чемпионат Нижнего Новгорода, Гран-при. Там я стал победителем. Отлично. Ну, сегодня, Оль, мы начнем с тобой тренировочку, небольшую сделаем тренировочку. Самые основные зоны мы возьмем для девушек, да, то есть это наши бедра, ягодицы и мышцы живота. Мы начинаем с самого простого, это разогрева, да, использовать будем мы с вами беговую дорожечку. Принцип простой, самый основной, то есть мы здесь нажимаем на быстрый старт, дорожечка у нас начнет движение, да. Самое основное, то есть скорость здесь у нас выбирается очень просто, да, то есть используем клавиши плюс-минус, то есть скорость можно регулировать. В данном положении, в принципе, нам не обязательно использовать быстрый темп, да, то есть мы также можем в быстром темпе пройтись, но не бежать. То есть вот, допустим, приходят многие девушки, мужчины с лишним большим весом, да, то есть чтобы не нагружать суставы и позвоночник, я всегда советую, то есть первым делом пройтись. Значит, начинаем мы с самого минимального и постепенно увеличиваем нагрузку. Время продолжительности, то есть у нас составляет 15-20 минут. Значит, 15 минут по беговой дорожке. Да, то есть 15-20 минут мы находимся. Далее мы уже начинаем с тех зон, на что мы сегодня будем работать. С чего мы начинаем? То есть мы начинаем с самого первого тренажера, да, то есть тренажер называется гиперэкстензия, сгибание-разгибание туловища, то есть основная зона у нас – мышцы спины. То есть для чего мы разогреваем? Для предстоящей, следующего упражнения мы будем приседать. Но для начала мы поясницу нашу разогреем. То есть принимаем исходное положение, да, то есть отлично. Мы будем использовать гимнастическую палку. Для чего? Чтобы спинка у нас была максимально прямая и плечи мы должны развернуть с вами, да, то есть держимся. Используем палочку за спину. Отлично. Положение смотрим вперед. Прямой спиной опускаемся вниз. Смотрим вперед. Подъем. Выдох. Дышим мы через рот, да, то есть каждое упражнение. Отлично. Все супер. Напряжение в пояснице. Ощущаем, да? Отлично. То есть повторение мы делаем 15-20 в 3 подхода.